Теперь вторая часть моего доклада. У нас в Новосибирске две организации эксплуатируют пакет «Софистик». Исторически первым был «Гидростроймост» и проектный отдел «Сибастар» приобрели эту программу и используют в своей работе. Сегодня будет доклад, посвященный использованию «Гидростроймост». О том, как использовал «Сибастар» мы собирались вместе доложить. Задача, которая была поставлена этой организацией – начать проектировать серьезные сооружения. Это более сложные, чем они занимались с момента создания своего проектного отдела. На начальном этапе все проектные организации использовали вот такие программы, которые исторически были написаны еще под ДОСом. Достаточно сложно использовать такой интерфейс для создания пространственных схем. Поэтому анализируя возможности на рынке программного обеспечения «Сибмост» принял решение приобрести пакет «Софистик». Первое, что было сделано в 2011 году, разработаны проекты пешеходных мостов у нас на Новосибирске. Использование модулей «Софистика» позволило достаточно точно описать геометрию всех этих конструкций. На этих слайдах представлены модели. И результаты расчета такой конструкции на воздействие пешеходной нагрузки. Хочу отметить особенность моделирования воздействий. В «Софистик» существует такая опция, которая называется ранее «Inpost Load», которая позволяет нам прогонять по сооружению нагрузку по любой произвольной траектории, получая в результате отбибающий этюр внутренних усилий перемещения и напряжения. То есть загружать конструкцию мы можем в совершенно произвольный момент. В результате расчетов были получены этюры в пролетных строениях и топорах такого сооружения. Модули просмотра результатов позволяют в таком виде проанализировать результаты расчета. Несколько примеров пролетных строений автодорожных мостов, которые были запроектированы и уже прошли экспертизу. То есть наши коллеги из моста проверили возможность использования этого программного комплекса на территории Российской Федерации и то, что в нем сертифицированы модули расчета мостовых конструкций устраивают органы контролирующие. Примеры пролетных строений моста через реку Алдар в Якутии через реку Чумышь, который мы, наверное, все хоть один раз в жизни видели, проезжая по дороге в Барнаул. То есть это новый проект замены существующего моста через реку Катул. Это пролетные строения неразрезные, с автотропной плитой, различные схемы по длине использованы. И для проектирования таких сооружений была использована специально разработанная система для проектирования мостовик сооружений. Называется она КБД. Эта система позволяет использовать все расчетные мощности, модули софистика, все, что в нем имеется, для решения конкретной задачи проектирования мостов. Очень удобный интерфейс, задание генеральных параметров сооружения и на выходе мы получаем практически готовую конструкцию. Для проектирования были созданы модели, которые показаны на этих слайдах, решались задачи сооружения. Продольные надвижки и расчеты в проектное положение. Результаты показаны на этих слайдах. Этюры моментов. Геодезические отметки сооружения во время строительства. Этюры внутренних усилий. Еще один пример. Мост через билет и чумыш. Поперечное сечение пролетного строения и модель, которая была создана в расчетной системе. Стержневая аппроксимация таких конструкций позволяет нам получить усилие по длине каждого элемента для того, чтобы затем запроектировать уже конструкцию. Специальные модули программы позволяют анализировать напряженно-деформированное состояние. И усилие, и напряжение мы получаем в результате расчета. Ну и дальше иллюстрации к возможностям постпроцессора. То есть это модуль аниматор, который позволяет в различных системах координации, различные степени декомировки получать результаты решения. Еще одно сооружение. Проектирование подвижной нагрузки. Мне бы хотелось, чтобы Константин прокомментировал для нас этот слайд. Насколько нагрузки, заданные в еврокодах, похожи на наше настроение? Можно? Могу. Сегодня как раз и знал, что можно сделать. В данном случае я использовал модели еврокодовский LM1 для АК и LMP для нагрузки МК. Естественно, вводил свои величины нагрузки. Да, там немножко отличается расстояние между осями, плюс полосовая нагрузка в еврокоде задана как распределенная по ширине полосы. Но вот этот способ задач, задание нагрузок, которое представлено на слайде, результаты дал вполне сопоставимые с теоретическими решениями. Особой разницы здесь не было. Особой еще и потому, что вот это загружение, оно использовалось для получения усилий, там, перемещения в главных балках. Для каких-то вокальных, для расчета местной нагрузки. Там все-таки по-другому делается. Но можно, конечно, в статистике создать и пользовательскую нагрузку, которая будет в точности соответствовать моделям АК и МК по нашему, ВОСК по СНИПу. Ну и, как стало известно, вот буквально, возможно, в одном из следующих обновлений в статистике появятся российские нагрузки по дорогам. Уже стильный, наверное, началось. Спасибо. Расположение нагрузки на пролётном строении по перечному направлению загружения меню влияния и степёры внутренних усилий для этого пролётного строения. Наверное, на этом я остановлюсь, потому что работа ведётся. Наших коллег очень большая, объёмная. Это демонстрация возможности стадийности монтажа пролётного настроения. В статистика существует специальный конечный элемент, который позволяет нам либо зафиксировать опоры, либо зафиксировать в пространстве опоры, по которым осуществляется нагрузка, либо зафиксировать точки направлённого строения, которые находятся на этих опорах, постоянно перемещаясь во время нагрузки. И на каждом шаге расчёта мы получаем вертикальные перемещения конструкций, геодезические отметки элементов сооружения и усилия, естественно, и в опорах, и в пролётном строении. Ещё раз демонстрация культуры перемещений и огибающая усилия при нагрузке на различных стадиях. Максимальные значения на каждом графике социсты определяют, отдельно показывают прямоугольнички на максимальные и минимальные значения. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста.